После смягчения противоэпидемической политики в Канаре оживились инкортно-лыжные курорты в Синьцзяу и Курском автономном районе. Регион считается снежной столицей Китая. И этот зимний сезон любители спорта решили не пропускать. Подробности в сюжете далее. Сноубордисты и лыжники со всей страны приезжают покататься на базу «Шёлковый путь», которая находится в 50 километрах от административного центра Синьцзяна, города Урумчи. Это один из трёх крупнейших горнолыжных курортов в Китае. В этом году обслуживающая компания завезла новое оборудование и расширила трассы. Мой ребёнок очень любит кататься на лыжах. Надеюсь, спорт поможет ему всесторонне развиваться и быть выносливым. Сегодня почти все 84 горнолыжные базы отдыха в Синьцзяне открыты для посетителей. Они расположены недалеко от городов и соединены удобными железными дорогами, аэропортами и автострадами. В Алтайском округе на севере региона зима длится до восьми месяцев в году. Местные курорты привлекают лыжников всего мира своими огромными просторами и натуральным снежным покровом. «Я только сегодня утром прибыл сюда из Шанхая и уже стою на лыжах. Мне нравится качество снега здесь и великолепные пейзажи». В последние дни холодный фронт принёс в Синьцзян настоящую зимнюю сказку. На берегах озера Канас снег укутал камни, формируя живописные снежные грибы. «Я впервые побывала на озере Канас зимой. Я приехала в бухту Шанхсянь в 10 часов утра. Было туманно, деревья стояли все белые. Это было завораживающе красиво. Великолепное место для фотосессий и отдыха на природе». Чтобы стимулировать потребление, власти региона планируют выпустить более 50 тысяч купонов на услуги 10 горнолыжных курортов, которые будут действительны с декабря этого по февраль следующего года. Кроме того, готовится масса событий из области зимнего и спортивного туризма, включая арт-фестиваль «Льда и снега». Главная задача – привлечь больше посетителей в регион и способствовать экономическому восстановлению. Мэн Цин Шэн, Си Джи Тиэн.